По поручению главы округа Максима Красноцветова, его первый заместитель Андрей Морозов посетил предприятие «Русит». Оно производит текстильные материалы из отходов производства. Интересно было посмотреть, чем же живет предприятие «Русит». И вот для меня, наверное, большой такой, было приятной неожиданностью, что коллектив работает с Дмитрием Ивановичем уже продолжительное время, и именно на наших пушкинских кулибинах держится это предприятие. За 15 лет удалось вывести уникальную формулу и свое ноу-хау. А главное – экологическая миссия. Материал из отходов производства. То, что пошло бы на помойку, идет в дело. Материал можно использовать повторно в авиационной, мебельной, автомобильной промышленностях. Это карпет, это утеплитель в багажное отделение и шумоизоляция. А здесь то, что мы производим, основная продукция – это предверный коврик. То есть на сегодняшний день, если вы зайдете в любую торговую сеть, с вероятностью равной примерно 70%, вы увидите коврик, верх которого сделан в этом цехе. Этот мех из пластиковой бутылки. Меховушка внешне очень похожа на овчину – теплая, но при этом экологичная. Новые экономические условия внесли свои коррективы. С марта по июнь просадка цехов стала 35%. Но уже ситуация исправляется, и до конца года прибыль должна увеличиться вдвое, так как ждет открытие еще один цех, где будут наносить специальное антискользящее покрытие на разные материалы. В результате этого нанесения материалы перестают скользить, они становятся влагонепроницаемые. Это, опять же, как бы низ предверного коврика, это покрытие ковров, это детские какие-то товары, когда нужно, чтобы они не скользили. Достаточно широкий спектр. Мы, условно говоря, только двигаемся по этому процессу, и мы еще сами до конца не понимаем все технологические возможности, которые есть у этого оборудования. К концу года планируют выпускать 150 тысяч метров покрытия, а значит, полностью импортозаместят китайских производителей. Уже все оптовики переключились на нашу продукцию. У компании «Русит» наладились отношения с администрацией округа. Работники получают грамоты. Вот и сегодня обсудили способы поддержки бизнеса в такое нестабильное время. Анастасия Спирина, Евгений Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.